Шановные друзья, мы продолжим ночной эфир. Завал аппаратолог Виталий Курек, и мы раз поговорим о ситуации в Крым. Я перехожу на русский язык, чтобы было понятно нашим российским телезрителям, а также людям, которые живут в Крыму, на востоке Украины и за границей. Вы знаете, что сегодня Верховный Совет Автономной Сутики Крым, это призывание Верховного Совета, потому что наличие там корма для принятия голосов вызывает определенные сомнения, и легитимность этого года тоже сейчас. Принарешение о том, что войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации и назначить на 16 марта 2014 года общекрымский референдум, включая город Севастополь, на который вынесли следующие ответственные вопросы. Первый вопрос. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? Первый вопрос. И второй вопрос. Вы за восстановление действия Конституции Сутики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины? Таким образом, мы имеем два вопроса на так называемом Крымском референдуме. Также сегодня решением Севастопольского городсовета было принято решение о вхождении Севастополя в состав России и о том, что Севастополь, который не является частью Российской Федерации, Крым, имеет особый статус, также намерен принять участие в общекрымском референдуме. Таким образом, фактически идет подготовка к проведению этого референдума, хотя Центральная комиссия заявляет о том, что у нас заблокирована информация от ЦВК об блокировании доступа к реестру избирателей субъеки Крым. Центральная комиссия темчасово заблокировала доступ к базе данных Держреестра выборцев субъеки Крым на месте Севастополя. Это идет в заявлении с результатами чергового заседания ЦВК, которое провел глава комиссии Михаил Хиндубский. То есть, по сути, техническое проведение референдума в Крыму является уже проблематичным. Во-вторых, проведение самого референдума в Днепровом поле Украины. В-третьем, почему, своими романами, так вопросом? Очевидно, что власти Крыма понимают проблемность присоединения Крыма к России. Очевидно, что в этом не заинтересована и Москва, которая выступает таким образом агрессором. И после этого можно обговорить и о достаточно доказательной базе присутствия российских военных в Крыму. А также о том, что начинается отторжение части территории и насильственное присоединение этой части к Российской Федерации. Более того, Крым проживает достаточно нелояльно к Российской Федерации граждан, в том числе Крымско-натарской национальности, которые будут более чем против изменения статуса Крыма. И изменения гражданства. Поэтому, очевидно, после определенного мозгового штурма, хотя у меня есть большие сомнения в отношении мозга, чтобы штурмовать у некоторых деятелей в Крыму, но было найдено решение о возврате так называемой Конституции Суббики Крым 1990 года. Она была принята 6 мая по Верховным Советам. Что это за Конституция? Во-первых, руководство Украины не признало действия этой Конституции. И вот почему. Во-первых, отношения Крыма с Украиной строились, согласно этого документа, так называемого документа Конституции Крыма 1990 года, строились на принципе договоров и соглашений. То есть это не прямое действие украинского законодательства, украинского права на территории Крыма, а договора и отношения. Другие отношения могут существовать в рамках свободной федерации или конфедерации. Таким образом, согласно этой Конституции, речь идет о конфедеративных отношениях Украины и Крыма. Более того, Крым, согласно 10-й статье Конституции 1992 года, предусматривает самостоятельное вступление Крыма в отношении с другими государственными организациями, осуществление с ними на основе договоров с соглашением взаимостатического экономики и культуры для выхранения образования, науки и прочих сферах, строит свое взаимоотношение с ними на начало правенства, уважения суверенитетом. То есть, по сути, Крым имеет свой флаг, гимн, вооруженные силы, силовые структуры подчиняются исключительно грозду Росублики Крыма. Более того, предусмотрено некое квази-гражданство Росублики Крыма. И, соответственно, построение всей системы, государственной системы, которая, по сути, строит независимое государство в рамках конфедеративных отношений. Разрыв договора о вхождении суверенитета Крыма в Украину это решение Верховного Светлана Женифеяна. Таким образом, и эта Президентская Республика в Субъеке Крым должна была быть президентом всенародно. Он имеет право неприкосновенности, беспрепятственного доступа к любым объектам, расположенным на территории. Более того, по инициативе граждан в Субъеке Крым в Украине можно назначать общепринский референдум о досрочном прекращении полномочий президента. Но для этого необходимо принять запредельное законодательство, необходимо количество подписей, ну и т.д. то есть, по сути, речь идет о самостоятельном де-факто государстве, формально входящем в Украину. И это преподносят Украине как определенные контуры возможного компромисса. На мой взгляд, на данный момент, когда власти Крыма говорят о возможной национализации объектов собственности на территории Крыма, говорят о формировании полноценных вооруженных сил, говорят о полном переподчинении силовых структур правительства Крыма, благодаря Саксёнову, он же Гоблин, говорят о том, что законы Украины и законодательные акты, принимаемые и наутимные акты, принимаемые руководством в Киеве, нелегитимны на территории Крыма, и они не признаются. Инициируют решение о проседении к России для легитимизации этого решения, практически проводят липовый референдум. Все это указывает на определенную эскалацию ситуации. Более того, очевидно, что этот референдум, который пройдет 16-го числа, если он пройдет, потому что это нелегитимный референдум проведения, и его технические слова, что-то вернется к этому, является более чем проблематичным. Есть уже реакция международного сообщества на этот референдум. Так, президент США Обама заявил, что предложенный референдум о будущем Крыма друшает Конституцию Украины, международное право, и любые дискуссии о будущем Крыма должны включать легитимное правительство в Киеве. Более того, Соединенные Штаты не признали никакого результата референдума в Крыму, потому что это противоречит украинскому законодательству. Похоже, заявление сделали ряд политиков в Европейском Союзе. Очевидно, что будет сформирована в ближайшее время консердированная позиция внешнеполитического ведомства Европейского Союза. Очевидно, что и ОБСИ, и другие международные институции также не будут признавать референдум. Более того, и Киев не признает референдум и будет на это реагировать. Поэтому вариант компромисса, который навязывается здесь, или Крым в территории России, или давайте возвращаясь к Конституции 1992 года, он также неприемлемый. Как с точки зрения легитимизации, так и с точки зрения самого документа, называется Конституция Крыма 1992 года. Вероятнее всего и приемлемым для многих в Киеве, не всех, но многих в Киеве, было бы решение о создании Конституционной комиссии, которая бы совместно Верховного Совета Украины и Верховного Совета Крыма при максимальном участии гражданского общества и Крыма, и Украины в целом для разработки текста новой Конституции с улики Крыма, которая предусматривала бы широкие полномочия регионального самоуправления в Крым. Но этот процесс должен быть синхронизован с другой реформой, реформой местного самоуправления. И тогда Крым получил бы те полномочия, которые он хотел раньше, о которых говорили чиновники, политики и многие общественные деятели в самом Крыму. Возврат Конституции в 1992 году не является приемлемой чертой компромисса. Это только оттягивание ситуации, попытка спекуляции на то, чтобы в дальнейшем дестабилизировать окончательную ситуацию в Крыму и толкнуть в сторону гражданского конфликта. Очевидно, что те, кто планирует подобную провокацию, должны читать все возможные последствия подобных действий. Уже сейчас лица, которые выступают за отторжение территории Крыма от Украины, проходят в качестве, уже могут проходить по проваджению, судовому проваджению, в качестве людей, обвиняемых по статье сепаратизм. И против них могут быть введены криминальные преследования. Поэтому я бы советовал бы горячим головам в Крыму изучать не старые документы, которые вместны в архиве, а Крымальный кодекс Украины и Конституцию Украины. Даже в формате 2004 года. Это первое. Второе. Тем странам, которые понимают, что ситуация заходит в другой угол, что необходим выход из ситуации, компромиссы, необходимо искать точки соприкосновения. Мы понимаем, что возвращение к нульному варианту невозможно. Мы понимаем, что необходим компромисс и диалог. Мы понимаем, что навязывать Киев, Крыму какие-то формы сейчас без учета мнения самих ключевых, так же не можно. Мы понимаем, что есть исчерпание ресурсов мирного реализирования, как с той стороны сепаратистов и их хозяев, я бы сказал, вот так, или спонсором в лице Российской Федерации, так и со стороны Украины и тех, кто нас поддерживает, Соединенных Штатов, Европейского Союза и даже Китая. Время работы против нас всех. Эскалация углубляет конфликт. Вход в глухой вираж, из которого не будет выхода, в нем не заинтересованы ни Москва, ни Киев, ни Вашингтон, ни Брюссель. Нам необходимо договариваться. Договариваться возможно только на основе открытого диалога. Не манипуляции со старыми документами в архиве, а диалога, в котором мы выходим на новые контуры общественного договора. Конституционный процесс в Украине, общей конституцией, конституционный процесс в результате Крыма. И эта синхронизация процессов дала бы позитивный результат. Она была бы признана легитимной, и тогда было бы много новых возможностей, как и для жителей Крыма, так и для всего украинского общества. На этой оптимистичной ноте я обращаюсь с Вами, мы завершаем наш вечерний эфир. Я хотел бы напомнить, что мы с вторника начинаем ночной чат, и будем продолжать общаться с чатом в большинстве наших передач. Это была «Пять минутка любви» от Татарии Кулика. До свидания.